Приветствую вас дорогие друзья. Рад вас приветствовать на вводном технико-экономическом вебинаре. Это азбука Skyway, дорогие друзья. Это только начало развития в глобальном масштабном проекте Skyway. И сегодня я, Суходов Алексей и также Сибиряков Сергей Анатольевич, мы вам расскажем о технологии Skyway, о пути развития технологии Skyway и почему это действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет и почему необходимо, на наш взгляд, сугубо использовать этот шанс действительно сегодня. Я покажу вам краткую историю развития проекта Skyway. Я покажу те технические особенности технологии, которые необходимо на самом деле узнать, о которой более 99% населения земного шара. И я говорю это не просто так, потому что так или иначе каждый из нас будет соприкасаться с этой технологией. И так или иначе каждый из нас когда-нибудь, я говорю когда-нибудь про Россию, потому что на сегодняшний день более активно в виде адресных проектов проявляют инициативу непосредственно другие страны. Но у России также абсолютно есть возможность быть в числе участников, инициаторов адресных проектов, а также значительно увеличить потенциал и совершить действительно квантовый скачок в росте экономики, в выходе из кризиса. Собственно, это реально абсолютно сделать с помощью технологии Skyway. Но для тех, кто присутствует в первый раз, я традиционно, дорогие друзья, проведу опросник. То есть этот вебинар у нас ориентирован в основном на тех людей, кто присутствует действительно в первый раз на подобных вебинарах и только погружается в технологию Skyway, только узнает о технологии Skyway. Ну и, собственно, не мудрено, что те люди, которые только в первый раз попадают в подобную комнату, не голосуют. Это мы уже узнаем при переходе на следующий вебинар, расширенный технико-экономический вебинар, в котором более подробно мы рассказываем о тех событиях в мире Skyway, которые происходят сейчас. И даем уже футуристический взгляд, именно как практикующие футурологи, на те технологии, которые, на наш взгляд, будут применяться. Это, естественно, основа всего будет струнный транспорт, струнная технология. Автор и, собственно, единственный основатель – это Анатолий Эдуардович Юницкий. И, собственно, сеть Transnet – это будет еще больше, более мощная сеть, чем когда-то был интернет. Это будущее транспортное, энергетическое, коммуникационное и даже социальное, и даже финансовое составляющее, дорогие друзья. Это то, что ожидает нас в самом ближайшем будущем. Через 10 лет сеть Transnet и технология Skyway прочно войдет в обиход, на самом деле, любого обывателя, любого жителя планеты Земля. И так или иначе, все узнают либо со средств массовой информации, либо непосредственно будут пользоваться данным транспортом. Так же, как когда-то совершила революцию пьезоэффект, использование именно кремниевых технологий и создание вот такого мощного инновационного бизнес-инкубатора, как Силиконовая долина, то есть Кремниевая долина. Также на сегодняшний день экотехнопарк в Республике Беларусь, в Минской области, город Марина Горка является таким плацдармом и действительно испытательным демонстрационным тестовым участком, причем международного масштаба, который создает технологию Skyway и постоянно будет модифицировать и улучшать поколение технологии Skyway. Если говорить о том, насколько мир повинялся, дорогие друзья, то я могу привести вам в пример ту фразу, которую я очень сильно люблю говорить тем людям, которым провожу презентации. Это не зависит от того, что человек, который, допустим, только присоединяется к проекту, имеет собственный бизнес, либо не имеет собственный бизнес. 96-й год. Два основных правила, дорогие друзья. Не знакомьтесь никогда по интернету с незнакомыми вам людьми. И второе. Не садитесь к незнакомцам в машину. 2016-й год. Мы пользуемся сервисом Uber, чтобы вызвать незнакомцев и чтобы сесть к ним в незнакомую нам машину. Настолько мир и поменялся. Если говорить про денежные переводы, про финансовые операции, так называемый финтех, то до неузнаваемости преобразился мир. И, признаюсь честно, дорогие друзья, я действительно боялся более шести лет назад совершать элементарно электронный денежный перевод через систему Сбербанк онлайн. Я долго въезжал, так скажем, несмотря на то, что я являюсь детем пятого технологического уклада. То есть это именно порождение мира смартфонов, мира интернет, телекоммуникации. На сегодняшний день я также параллельно веду сейчас вебинар в Перископ. Также сеть Перископ я могу назвать, потому что многие люди имеют возможность подключиться к данной презентации, услышать и через сеть, если что, сделать репост и передать эту информацию другому. Кто заинтересован, дорогие друзья, кто смотрит меня сейчас в Перископе, пожалуйста, сделайте это, потому что 99% населения Земли желают где-то в подсознании узнать о возможности технологии, действительно прорывной технологии, ну и тем более стать совладельцем данного проекта. Если говорить про будущее применение технологии Skyway, то я могу сказать, дорогие друзья, что действительно каждый из нас с вами желает на сегодняшний день перемещаться максимально быстро, безопасно, дешево и комфортно из точки А в точку Б. Представьте себе, вот мне сегодня писал мой лучший друг, который на сегодняшний момент проживает в Швеции, и у меня была бы возможность окончить вебинар и сказать, хорошо, Илья, я буду у тебя, допустим, через 6-7 часов. На сегодняшний момент я не могу такого обещать, потому что в рейсе я проведу больше времени в рейсах, при пересадках в аэропорту, при ожидании, если я пользуюсь, допустим, железнодорожным составом, либо это, например, морская переправа, все это займет намного больше времени, дорогие друзья, чем нам хотелось бы. А хотелось бы как раз-таки использовать концепцию мгновенного перемещения и перемещаться с высокими скоростями до 500-600 км в час, а в самом ближайшем будущем это 1000-1200 км в час. И не задумываться о том, что в этот момент, дорогие друзья, мы отрываемся от жизни, мы не имеем возможности использовать интернет, основную сеть нашей жизни. И никто не сможет даже поспорить сейчас со мной, что интернет действительно одна из основных сетей, которая вобрала в себя множество социальных сетей. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, сейчас даже старшее поколение пользуются подобными социальными сетями. А все произошло, собственно, с исследования в агентстве стратегических инициатив DARP США. И ранее интернет был под контролем военных организаций США, научно-исследовательских лабораториях, был только вовлечен в процесс именно этих организаций. Но потом это все вышло из-под контроля и вылилось уже в глобальное развитие сети интернет по всему миру. Это история развития интернет. А представьте на секунду, дорогие друзья, что кто-то бы вам посоветовал инвестировать в ту компанию, которая оценила в виде интеллектуальной собственности весь потенциал бизнеса, который на сегодняшний день развивает интернет. Это десятки триллионов долларов, дорогие друзья. Это все социальные сети, которые на сегодняшний день используют интернет. Это каждый оптоволоконный кабель, который прокладывается в любой дом более-менее развивающийся города и даже деревни. Как вы думаете, согласился бы ли человек, которому предложили бы инвестировать те сбережения, которые он не боится не то что потерять, а просто использовать в ближайшие годы? Да, естественно, ответ был бы, скорее всего, положительным, потому что на ранней стадии, на рассвете новой технологической эпохи хочется быть абсолютно всем и каждому, дорогие друзья. И с этим также невозможно поспорить, на мой взгляд. И Skyway – это недостающее звено как в будущей мировой логистике, так и в финансовой системе. И на сегодняшний день, дорогие друзья, за нами наблюдают уже крупные венчурные фонды, крупные финансовые фонды, но все началось еще в 70-х годах. Я не скрываю того, что сама технология Skyway развивается уже более 39 лет, но на данной стадии мы находимся на преддемонстрации, дорогие друзья. И, собственно, естественно, на предкапитализации, потому что после демонстрации, так как уже сегодня мы занимаемся инициацией различных адресных проектов, и все это будет давать колоссальную прибыль, намного больше, на мой взгляд, чем дает пятый технологический уклад. То есть это социальные сети, это мессенджеры, это различные IT-компании, это различные интернет-компании, это интернет-магазины. И в 70-х годах Анатолий Эдуардович Юницкий предложил концепцию струнных технологий. Все началось, дорогие друзья, далеко не со струнного транспорта и далеко не с транспорта второго уровня. И я хотел бы вам показать ту технологию, которую Анатолий Эдуардович Юницкий представил в 88-м году на международной конференции по неракетной индустриализации космоса. Это технология Spaceway. Это то, что, на наш взгляд, ожидает нас, в буквальном смысле, через 20 лет, при тех текущих темпах и событиях, которые происходят с проектом Skyway. Субтитры создавал DimaTorzok Это действительно удивительно, дорогие друзья. Удивительно, действительно гениально, поистине. И Анатолий Эдуардович Юницкий является действительно Леонардо да Винчи сегодняшней эпохи, сегодняшнего века, сегодняшнего времени. И, собственно, никому, естественно, никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. Тогда еще не был развит интернет, дорогие друзья. Тогда не появились первые интегральные микросхемы с транзисторами. Тогда не был введен в оборот закон Мура, который гласит, что количество транзисторов на интегральной микросхеме будет каждые два года увеличиваться. Простыми словами говоря, я могу вам привести два примера, дорогие друзья. Вот этот телефон, собственно, мы пользовались подобными телефонами в буквальном смысле чуть больше, ну, я пользовался чуть больше 10 лет назад. Я думаю, даже чуть больше 8 лет назад, потому что первый смартфон у меня появился вот именно с сенсорным экраном и так далее не так относительно давно, то есть примерно 7 лет назад. И, дорогие друзья, это как раз-таки тот технологический прогресс, который неумолимо нам наступает на пятки сомнений и, собственно, какого-либо непонимания, что это может быть. На самом деле концепция общепланетного транспортного средства, дорогие друзья, на мой взгляд, она абсолютно реальна. И Анатолий Эдуардович Юницкий показал, каким образом можно вынести промышленность в открытый космос. Это произошло еще в 88-м году, дорогие друзья, в 88-м году. И за счет оптимизации данного сложного инженерного глобального технологического решения вывелась концепция струнного транспорта. То есть это то, что уже ознаменовало развитие сети Transnet и в 2000-х годах Сергей Анатольевич Сибиряков донес информацию и рассказал, каким образом увеличить максимальный потенциал, экономический потенциал Российской Федерации губернатору Красноярского края Лебедю Александру Ивановичу. Вы можете найти множество доказательств об этой деятельности и об этих мероприятиях в интернет, в YouTube и можете увидеть этот ЗИЛ, уходящий в небо, мы его называем. Этот репортаж был на многих телеканалах и, собственно, я думаю, что будущие вводные вебинары Азбуку Skyway я буду строить таким образом, что также буду показывать видео, потому что многие потом пишут в Skype и на почту, спрашивают, а действительно, действительно, этот ЗИЛ поднялся на данной шаткой валкой конструкции. И действительно, Лебедь Александр Иванович, который метил на тот момент даже в президенты Российской Федерации, заинтересовался проектом. Да, дорогие друзья, действительно, этим ознаменовалась эпоха развития Transnet, этим ознаменовался период создания второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. В 2009 году, дорогие друзья, была проведена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, но неизвестными лицами по неустановленным причинам, несмотря на то, что в 2009 году было запланировано выделить в районе 1 миллиарда рублей на развитие подобного проекта. Соответственно, данный тестовый участок, данный полигон, мы его называем, был разрушен и вывезен в неизвестном направлении. Дорогие друзья, но все, что нас не убивает, на самом деле делает нас сильнее. И Анатолий Эдуардович Юницкий не стал останавливаться. Именно поэтому сейчас и в Перископе, и, собственно, вебинар в Перископе сейчас больше тысячи человек, то есть количество варьируется из, я думаю, нестабильного интернета. В вебинарной комнате у нас 77 человек. И именно поэтому, потому что было предпринято достаточно рисковое венчурное решение генеральным директором, генеральным конструктором, ныне Анатолием Эдуардовичем Юницким, именно руководителем ЗАО «Струнные технологии». Именно поэтому, дорогие друзья, я веду сейчас и трансляцию, и вещаю вебинар одновременно. И мы используем все эти способы, чтобы рассказывать максимальному количеству людей о существовании проекта Skyway и о возможности вхождения в этот проект при желании также инвестиции. Так как более 38 лет проект развивался, происходило общение с послами, с международными и с российскими олигархами. Но я могу сказать, дорогие друзья, что все заканчивалось одним и тем же. Сильные мира СИВО желали обладать технологией и отдавать минимальный процент изобретателю технологии Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий не мог допустить этого ни в коем случае. Поэтому была организована схема народного финансирования. Поэтому сейчас в рамках проекта Skyway и от Skyway Capital, и от Rail Skyway Systems, от многих инвест-проводящих систем, которые сейчас формируют финансирование, дорогие друзья, но на сегодняшний день мы развиваем несколько направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт. Высокоскоростной транспорт мы планируем продемонстрировать уже в 2017 году. И, естественно, легкий прогулочный и спортивно-экскурсионный транспорт. Дорогие друзья, я доносил информацию и презентовал в администрации и губернатору Челябинской области. Были все шансы у Челябинска быть в числе первых тех городов и, собственно, тех областей, кто инициирует легкий прогулочный транспорт в виде адресного проекта, покажет и мощь своего туристического потенциала, который объявлен Челябинской областью. Но, естественно, подобные люди, как и крупные, так и крупнейшие предприниматели, венчурные фонды предпочитают приходить на уже готовое апробированное решение и предпочитают именно при минимальных рисках ходить в тот или иной проект. Ну, я думаю, что все понимают, что многие венчурные компании просто-напросто покупаются, но наша компания не продается, так как ориентирована стать более 50% транспортного рынка занятия и стать действительно в лидирующих позициях транспортной индустрии. Почему более 99% населения земного шара действительно заинтересуются технологией SkyWay? Естественно, это высокая социальная направленность проекта. И действительно, даже человек без определенного места жительства сможет воспользоваться струнным транспортом и транспортом второго уровня. Естественно, это безопасность перемещения. И даже говоря о террористических угрозах и так далее. Естественно, это комфорт перемещения. Не будет такого, что вы, допустим, несете горячую кружку с кипятком. Что касается подвижного железнодорожного состава, то этот эффект рельсы шпалы, у меня есть все шансы ошпариться на самом деле. И что касается нашего транспорта, транспорта SkyWay, то по абсолютно ровной, гладкой поверхности будет перемещение действительно комфортное, без каких-либо вибраций и эффекта рельсы шпалы, как я его называю. Абсолютная экологичность проекта говорит сама за себя. И на сегодняшний день, дорогие друзья, мы занимаемся не просто созданием нового транспорта, но и комплексным освоением территории. Как когда-то Столыпин осваивал Сибирь, дорогие друзья, сегодня есть шанс и возможность освоить действительно каждый участок земного шара, который на сегодняшний день еще не освоен. И инновационность самой технологии говорит сама за себя, потому что многие пытались сделать концепцию транспорта второго уровня, но немногие конкуренты дошли до этапа начала строительства. И на сегодняшний день в рамках и стратегии развития транспорта второго уровня действуют всего две компании в мире. Это Skyway Transport Technologies и, соответственно, Hyperloop. И я могу сказать, дорогие друзья, у нас есть все шансы обогнать, как Анатолий Эдуардович Юницкий сказал в своих видео, всех и навсегда и вырваться действительно в лидеры. И те люди, кто на сегодняшний день имеет возможность, желание голосовать за эффективность технологии, действительно рублем. И я сам и инвестировал, и инвестирую, и буду продолжать инвестировать, и буду еще в самом будущем продолжать инвестировать на развитие общепланетного уже транспортного средства, потому что действительно технологических рисков, дорогие друзья, никаких нет. И если говорить про аэродинамику, то аэродинамика подвижного состава Skyway, она значительно более эффективная, чем аэродинамика современного спортивного самолета. И что говорить о обычных спорткарах, то есть Bugatti Veyron, Lamborghini Diablo. У Bugatti Veyron почему мы сравниваем? Потому что коэффициент аэродинамического сопротивления 0.35. У нас же достижим 0.0.35. И вдумайтесь, насколько это большая разница. И, соответственно, просто располагая транспорт на втором уровне, вот, пожалуйста, посмотрите на данный слайд, на высоте 5, 10, 15 метров над землей, мы получаем значительные экономии как топлива при эксплуатации, так и материалов при строительстве. И да, сегодня уже строится высокоскоростной транспорт, есть тайванский, китайский, вьетнамский транспорт, японский. Но, знаете, вот, когда промежуточные опоры весят десятки тысяч тонн, и когда их монтируют буквально целым отрядом спецтехники, и причем сначала их разрезают, потом сваривают, соединяют, о какой сейсмоустойчивости может идти речь в тех регионах, где действительно возможны землетрясения, ураганы, тайфуны, цунами и так далее. И что касается нашей технологии, то даже при селевых, грязевых потоках, при ураганах, при землетрясениях, наша технология продолжит работать, и вся инновация также заключается в самой конструкции струнного рельса. Это, собственно, запатентованная технология, и это предварительно напряженная конструкция. Представим, что мы растягиваем нить, дорогие друзья. И, к примеру, мы растянули нить, и, собственно, расположили две параллельно расположенные нити, и положили на них, к примеру, мышку. Выдержит ли эта конструкция мышку? Естественно, да, потому что это предварительно напряженная конструкция, и мы закрепили ее на концах наших пальцев по две руки. И если мы чуть-чуть ослабим, то, соответственно, вся эта конструкция рухнет. В этом же заключается принцип действия струны, принцип действия струнных технологий. Поэтому называется, собственно, струна. Потому что можно отдаленно действительно сравнить и с гитарной струной, и когда-то в Министерстве транспорта также всю технологию SkyWay и попытки Анатолия Эдуардовича Юницкого донести информацию о применении данной технологии в рамках развития Российской Федерации, балалайкой и так далее, и различными подобными словами. Но сейчас из стадии венчурного проекта мы потихоньку переходим в стадию реального и действительного проекта, дорогие друзья. И все, что я говорю, это, конечно, замечательно, это супер, но все не имело бы никакого смысла, если бы не велось строительство. И сейчас я вам представлю с удовольствием ту презентацию, которая является самым железобетонным аргументом, дорогие друзья. Еще вот перенесемся буквально в 29 июня 2015 года, и был заключен договор аренды земельного участка в городе Марина Горка. И, к примеру, я вот люблю перемещаться. Всем эта презентация доступна, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, 30 июня. 30 июня уже возведена, вы видите, первая анкерная опора, которая будет являться транспортно-логистическим узлом. И, соответственно, строительство продолжается. 30 июня возводятся промежуточные опоры легкого прогулочного транспорта, вторая анкерная опора и так далее и тому подобное. На сегодняшний день уже также параллельно развивается строительство грузовой трассы, дорогие друзья. И, собственно, то, что декларируется, действительно это же делается. И даже такие технические нюансы, как эффект аэродинамического удара при высоких скоростях, при минимизации подобного эффекта, вот вы видите, расположено даже специальное технологическое отверстие на второй анкерной опоре. Это никакое не декоративное отверстие, это именно технологическое решение для решения конкретной инженерной задачи. И, дорогие друзья, если мы будем пытаться искать какие-то нерешенные технические задачи, скорее всего, мы их просто не решим, потому что иначе технология SkyWay не прошла бы ни в коем случае. Экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации и, собственно, 11 февраля нас не признали бы инновационной технологией 25 марта, нас не признали бы перспективной и рекомендованной уже к рассмотрению после демонстрации. И, дорогие друзья, вот строительство, которое вы видите у себя перед экранами, это самый главный аргумент, что проект действительно развивается. Ну и я молчу уже, что по один к одному подвижные составы уже создаются и строятся на базе цехов и производственной площадки бывшего Йо-мобиля. И, дорогие друзья, это действительно дорогого стоит. Это то, что на сегодняшний день не делают наши конкуренты. То есть мы действительно опережаем наших конкурентов на много шагов вперед. И именно поэтому, дорогие друзья, действительно в геометрической прогрессии развивается интерес к проекту SkyWay. Есть специальный раздел СМИ. И вы можете посмотреть все статьи. Обязательно сброшу ссылку. И убедиться действительно, что о нас пишут по всему миру. И развитие нашей технологии ощутимо по всему миру. И, собственно, то ли еще будет. Потому что если в сентябре 2015 года были проведены испытания модели 1 к 10, то с 20 по 23 сентября будет впервые в мире. Действительно сенсация. Представлен подвижной состав SkyWay в масштабе 1 к 1. Дорогие друзья, масштаб 1 к 1. Это то, что, повторюсь, не сделали наши конкуренты. И нельзя на самом деле сравнивать Hyperloop и SkyWay. Потому что скорости перемещения разные. Потому что сама концепция абсолютно разная. И сегодня за счет народного финансирования, дорогие друзья, мы развиваем SkyWay. Мы строим планы на будущее. Уже двигаемся в настоящем по адресным проектам. Только вот, собственно, те проекты, о которых я в курсе и сейчас развиваются по территории земного шара. Это Австралия, это Пуэрто-Рико, это ряд регионов и городов Российской Федерации. Это Боливия, это Монголия, это также США, это ряд европейских государств. В Германии рассматривался проект. Я думаю, что вернемся к рассмотрению. Также сейчас в ряде азиатских стран и в таких вот мощных странах, как Индия, начинается не просто рассмотрение, а желание услышать об этом проекте. Не просто услышать при переговорах, а уже с конкретными расчетами обращаются. Потому что действительно струнный транспорт может решить огромное количество как транспортных, так и экологических, так и социальных проблем по всему миру. Потому что представьте себе ситуацию, дорогие друзья. Если вы сейчас можете поприсутствовать на переговорах, на каких-то бизнес-встречах, только, допустим, перемещаясь на авиатранспорте, пользуясь железнодорожным транспортом, и со скоростями действительно 500-600 км в час вы сможете, даже если взять меня, с Челябинска переместиться, к примеру, в Москву с огромной скоростью по сравнению даже с самолетом. Потому что мы не будем тратить свое время на перемещение и на ожидание в остановочных пунктах, в аэропортах, на автобусных постановках и так далее. То есть это будет концепция мгновенного перемещения. Ну а что будет это за концепция? И почему действительно в буквальном смысле в тапочках можно будет перемещаться либо босиком вообще в наших транспортных подвижных составах и перемещаться из своего города в желаемую точку, которую вы хотите достигнуть, и, собственно, перемещать, что касается крупных корпораций, товары, грузы, нефть, газ, все что угодно, полезные ископаемые, причем на тех территориях, которые на сегодняшний день невозможны к освоению, которые дорого осваивать, и решения, среди которых даже не придумано, каким образом освоить ту или иную территорию. И, подытоживая свое выступление, именно вот такую вот маркетинговую часть, я хотел бы вам сказать, дорогие друзья, что есть возможность, те люди, которые просто зарегистрируются в проекте, просто будут следить с интересом за проектом. Есть специальный опцион, он заканчивается, дорогие друзья, и он закончится обязательно. Это специальный опцион в виде минимального пакета обязательств, которые можно получить просто за регистрацию и просто за интерес к проекту Skyway. Это может сделать каждый. Для тех, кто смотрит мой перископ, естественно, перископ я ориентирую на развитие нашей, Сергею Анатольевичу, структуры и всего проекта Skyway, и всего Skyway Capital. Для тех, кто в перископе, просто перейдите по ссылке в профиле, там будет лендинг, и тот, кто заинтересуется информацией, представленной в лендинге, нажмите на регистрацию. И также, дорогие друзья, у вас есть у всех присутствующих, кто только присоединился к проекту Skyway, кто даже еще не зарегистрировался, у вас есть возможность пользоваться теми инструментами, которые уже созданы, это продающие странички, и максимально сократить донесение информации, приглашать людей на подобные вебинары, потому что это действительно стоит того. И если ударяться уже в более такие научные моменты прогнозирования, то я могу сказать, что сейчас мы находимся на стыке и на грани перехода в новый технологический уклад, дорогие друзья. И, собственно, если интернет, телекоммуникации, даже вот обычная оптическая мышка является порождением пятого технологического уклада, и, собственно, сейчас это десятки триллионов долларов капитализация, одна из максимальных капитализаций у корпорации Apple, то есть это более 950 миллиардов долларов, и сейчас капитализация растет, то капитализация шестого технологического уклада и развитие повсеместное внедрение технологии шестого технологического уклада будет еще более глобальным, еще более масштабным и еще более массивным, дорогие друзья. И, собственно, так же, как когда-то появились первые мануфактуры, как когда-то появилось электричество, либо паровоз, либо двигатели внутреннего сгорания, также сейчас мы создаем технологию, которая ознаменует приход шестого технологического уклада и приход и создание пятого вида транспорта. Это транспорт второго уровня. И на сегодняшний день, дорогие друзья, мы запустили ту технологию, которая сможет решить действительно многие глобальные проблемы по всей планете Земля, улучшить производительность и действительно улучшить мобильность современных бизнесов, сократить затраты на грузоперевозки современных корпораций, любого вида груза на самом деле, начиная от самых простых до самых, так скажем, требовательных к себе, хрупких или огнеопасных, легко воспламеняющихся и так далее. И все это возможно с применением технологии SkyWay, дорогие друзья. Ну и седьмой технологический уклад, вкратце мы его затронули, это уже вывод промышленности в открытый космос и, соответственно, то, что ознаменует очищение нашей планеты, очищение всего земного шара от вредного производства. И также, дорогие друзья, хотел бы остановиться на тех событиях и основных вехах, которые действительно стоит знать каждому. Есть они у меня записаны в виде тезисов, я давненько не обновлял, но обязательно в скором времени займусь, чтобы каждый, присоединяющийся к проекту SkyWay, каждый, кто только начинает развиваться, кто начинает читать азбуку SkyWay, понимал, что мы не делаем первые шаги на сегодняшний момент. И мы находимся уже на преддемонстрации. 20-23 сентября пройдет презентация подвижного состава на выставке Inotrans, дорогие друзья. И уже осенью будет продемонстрирован подвижной состав уже в движении. И уже буквально через несколько недель будет производиться монтаж путевой структуры. И если кто-то думает, что на промежуточных опорах и на анкерных опорах мы остановимся, глубоко ошибается и увидит тот потенциал и тот движение, которое мы сейчас достигаем. Многие люди, дорогие друзья, я могу сказать, просыпаются, те, кто просто зарегистрировался в проекте, от тех новостей, часть которых я поставлю, в перерывах между вебинарами, это развитие действительно уже и оповещения в СМИ по всему миру. И очень сильно взбудоражил всех ролик, которые я поставлю перед расширенным технико-экономическим вебинаром, когда Рот Кук, бывший директор транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии, предложил, соответственно, в одном из регионов Южной Австралии не просто сделать проект между двумя кампусами университета, который точно будет проект университета Флиндерс, но также предложил непосредственно вместо модернизации трамвайной линии применить технологию Skyway. И экспертное мнение подобных специалистов, оно действительно стоит многого и дорогого, дорогие друзья. Это говорит о том, что проект Skyway действительно абсолютно жизнеспособен, но о футурологии, о тех событиях, которые произошли, которые будут происходить, мы обязательно с вами поговорим, дорогие друзья, уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, на который, если успеет приехать вовремя, включится обязательно Сергей Анатольевич Собиряков. И вот, кстати, также я могу сказать влияние современных транспортных средств и неправильная логика выстраивания транспортных путей сообщения, когда, прибыв с аэропорта, буквально нам необходимо ехать на автомобиле, чтобы попасть в свой дом и, на самом деле, намного проще, дорогие друзья, пользоваться единым транспортом, который будет перемещаться с уровень на уровне и безопасно, комфортно, быстро, без экстрима какого-либо доставлять нас из точки А в точку Б по желаемому маршруту, с желаемыми скоростями и, собственно, при желании либо в собственном купе, либо двух-трехместный, либо это 14-местный уже подвижные составы. И, собственно, это реально, это достижимо и это уже создается, дорогие друзья. Ну, собственно, сейчас тогда небольшой перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok